This conference will now be recorded. Сегодня в нашей программе выступление представителей компании работодателей, которые расскажут вам о своих вакансиях и стажировках, о том, каких работников они хотят видеть в своей команде и о том, что они готовы предложить нашим выпускникам. Также к нам присоединилась Карина Сультанова, карьерный эксперт, старший куратор проектов «Профессиональный образ» и «Чекап карьеры» в карьер-лаб Алены Владимирской. Она расскажет сегодня о новых профессиях и навыках, которые будут лидировать в 2001 году. Есть порядок у нас выступления. Ждем тех, кто к нам присоединится еще и заработодателей. Пока мы начинаем, для того, чтобы помочь нашим спикерам как-то сориентироваться, я предлагаю вам, уважаемые наши слушатели, пройти и по ссылке, которую я сейчас написала в чате, и небольшую форму такое голосование заполнить и рассказать, какие для вас вакансии наиболее востребованы, чтобы наши спикеры понимали, какая аудитория сегодня собралась. Мы с вами буквально через 5 минут посмотрим на результаты. Пожалуйста, очень прошу. Также можно здесь по QR-коду перейти, наведя свою камеру телефона и также попасть на такую Google-форму. Спасибо всем, кто проголосует и поможет нам сегодня в проведении этого дня карьера. Пока вы проходите по ссылке и оставляете свои какие-то данные, я хочу кратко рассказать о нашем учебном центре «Специалист». Мы на рынке образовательных услуг уже более 29 лет, и за это время мы обучили уже больше миллиона человек. И на практике заслужили звание ведущего компьютерного учебного центра России. Наши преподаватели – эксперты практики, и мы гарантируем вам стопроцентное качество образования за счет сочетания бауманской методики преподавания и современных технологий проведения обучения. Хочу рассказать несколько слов о тех тенденциях, которые сейчас сложились на рынке труда, и которые мы учитываем при построении нашей программы трудоустройства выпускников. На данный момент на рынке труда востребованы не просто корочки, но востребованы ваши знания и навыки. И мы, планируя программы обучения, обязательно туда включаем практику. И на выходе вы получаете не только теорию, но и навыки, которые именно востребованы работодателями. Также в рамках нашей программы трудоустройства выпускников есть курс по успешному поиску работы и трудоустройства. И ближайшее у нас мероприятие запланировано на 5 февраля. Тех, кто интересуется, Ольга Юрьевна Светлышева проводит этот замечательный бесплатный вебинар. Вы можете зарегистрироваться, чуть позже я все ссылки для перехода отправлю в чат. Также в нашу программу трудоустройства, в рамках которой сегодня день карьеры мы проводим, включены бесплатные консультации для наших выпускников. Здесь вы можете записаться уже ко мне, либо по электронной почте, либо заполнив форму, перейдя со страницы сайта. Тоже свои контактные данные обязательно в чате отправлю. На что хочу обратить ваше внимание, это на мероприятие «День карьеры», который у нас состоится 4 февраля. Там мы пригласили для вас специально карьерных экспертов и консультантов. И он будет посвящен трендам рынка труда 2001 года и также каким-то лайфхакам по трудоустройству от профессионалов. Приходите, будет очень насыщенно. Ссылку на регистрацию оставлю вам в чате. И пару слов о том, о наших каналах с вакансиями. Хочу рассказать, откуда они берутся. Дело в том, что мы работаем как с физическими, так и с юридическими лицами. И те компании, которые обучают у нас специалистов, они уже убедились в том, что обучение проходит качественно. На выходе выпускники получают хорошие знания и навыки. И готовы, так скажем, наших кандидатов рассматривать в приоритете. И свои вакансии они предоставляют нам для наших выпускников, и мы публикуем их в группах. Пожалуйста, можете подписываться на группы Телеграм-канале, в ВК. Также вам приходят рассылки на электронную почту где-то раз в неделю, раз в две недели со всеми вакансиями и обновлениями. Ссылки на эти каналы я опубликую в чате. Можете на них подписываться. Итак, давайте, наверное, посмотрим, что у нас получилось по итогам голосования. Сейчас я открою внимание спикеров. Это, наверное, будет, в первую очередь, информация для вас. Сейчас, одну секунду. Так. Спасибо большое всем, кто проголосовал. Я вижу, что сегодня собрались те, кто у нас учился. 50% возраста. Сегодня у нас достаточно молодая аудитория, 25-35 лет. Также есть и люди 35-45. И в основном только люди, которые у нас собрались, только закончили обучение. Либо 25% отработают больше трех лет. И большинство аудиторий проголосовавших из сферы IT. Очень интересно, для сферы IT у нас проводятся отдельные дни карьеры. Можете на YouTube-канале посмотреть, уже какие-то были записи. Планируем в феврале тоже отдельно провести. Но также у нас есть и управление проектами, и бизнес-аналитики. В общем, достаточно у нас сегодня разношерстная компания. Из сферы транспорта и логистики, и маркетинга и рекламы. Замечательно. Итак, сейчас хочу передать слово спикеру от нашей компании. Это Елена Гончарова. Елена, вы с нами? Да, добрый день. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Я на связи. Меня слышно хорошо? Да. То есть учебный центр «Специалист» не только выступает сегодня в качестве учебного центра, но также мы являемся и работодателями, и Елена, наш HR. И она сейчас вам расскажет про нашу компанию как работодателям. Да, уважаемые слушатели, добрый вечер еще раз. Я являюсь менеджером по подбору персонала. Меня не слышно? Все слышно, хорошо. Слышно? Я являюсь менеджером по подбору персонала учебного центра «Специалист». Представляю наиболее крупнейший российский компьютерный учебный центр. Мы являемся членами международного альянса. На данный момент у нас открыто достаточно много вакансий. Есть и IT-вакансии, это инженер технической поддержки, это программист АСПНЭТ. У нас есть вакансии со стороны HR, это менеджер по подбору и адаптации персонала, а также специалист по подбору педагогов. У нас есть в секретариате всегда открыта вакансия учебного центра. Также у нас открыта вакансия менеджер по работе с клиентами в учебный центр. У нас экономист нам нужен, поэтому со всеми вакансиями вы можете ознакомиться согласно ссылке, которая написана, либо же присылать мне свои резюме на почту, которая указана. Могу ее продублировать еще раз в чате, всю эту информацию. Мы представляем трудоустройство официально по ТК, также у нас есть свои бонусы. Мы всегда учим, и у нас есть правило, что мы не только обучаем абитуриентов, но также мы обучаем своих сотрудникам и хотим их развития. Поэтому очень бы хотелось видеть ваше резюме и возможность видеть вас в нашей команде. Присылайте, пожалуйста, свои резюме. Если есть вопросы, готовы ответить в чате, либо лично на почту пишите. Постараюсь оптимально быстро ответить на все интересующие вас вопросы. Я вижу, Александр Куприянов пишет, если можно перспективу и востребованность вакансии осветить в региональных масштабах, конкретно интересует Питер. Это, наверное, к нашим спикерам. Лена, у нас есть из вакансий, в которой можно работать удаленно? У нас есть вакансии, которые работают удаленно. Это сейчас программисты. Именно программисты АСПН. Это единственная вакансия, которую мы рассматриваем удаленно. Остальные, по большей части, нам нужны люди непосредственно в офисах, в учебных комплексах. И тут пока нету что-то такого. Но если что-то будет, я готова буду также освещать и тебе, Оля, и представлять эту информацию, если у нас есть что-то удаленно. Как будет, как правило, это больше к IT-технологии. Да, тогда для IT-технологий мы, наверное, расскажем тоже отдельно. На отдельном мне карьере поподробнее. Хорошо, Елена, спасибо большое. Вам спасибо огромное за возможность. Тогда контакты Елены и все ссылки я сейчас продублирую в чат. И следующая компания Протек. Вероника Калинковна и Алиса Сутягина, пожалуйста. Вы с нами? Да, здравствуйте. Добрый день еще раз. Открываю вашу презентацию. Видно? Да, все видно. Всех приветствую. Начинаю рассказ про нашу прекрасную компанию. Центр внедрения Протек. Это ведущий дистрибьютор национальных фармацевтических препаратов и товаров для красоты и здоровья. Следующий слайд. Компания на рынке уже 30 лет. Это говорит о стабильности и об уверенности в завтрашнем дне. Мы также занимаем лидирующие позиции в отрасли на протяжении многих лет. Следующий слайд. Мы охватываем всю территорию России, представленную во всех регионах, а развита наша логистическая сеть позволяет доставлять продукцию компании даже в самые удаленные уголки нашей страны. Каждая четвертая упаковка лекарственных средств в России поставляется в аптеки и лечебные учреждения центром внедрения Протек. Наши проекты – это интернет-аптеки Здравсити.ру и Мое здоровье. У нас есть собственная торговая марка, а также есть маркетинговый союз, проаптека и проект «Университет.Про». Следующий слайд. У нас есть основные наши ценности, ценности нашей компании, которые проявляются в сотрудниках и которые мы поддерживаем. Это вовлеченность, то есть заинтересованность в успехе, создание рабочей атмосферы. У нас максимальное количество наших сотрудников вовлечены в рабочие процессы. Ответственность – это появляться к нашим сотрудникам. Мы даже в период пандемии, если приводить последние примеры, у нас были организованы тестирования на COVID. Также у нас была онлайн-консультация с нашими врачами по предоставлению всех возможных услуг. У нас есть четкая постановка целей, принятие поставленных задач и возможность брать на себя многие задачи. И наши сотрудники очень ответственны перед собой и перед компанией. Развитие – это приобретение новых навыков и непрерывное саморазвитие, развитие команды. То есть мы отвечаем и за себя, и за команду. Амбициозность – это уверенность в собственных силах и стремление к профессиональному успеху. И инновационность – то есть наши планы всегда растут, цель становится амбициознее, и наша цель – это сохранять лидерство. Следующий слайд. Здесь приведены наши высказывания наших сотрудников. Некоторые работают и 30 лет, некоторые 20 лет работают, некоторые недавно пришли в компанию. То есть у нас такая очень интересная, интересные сотрудники и компания, несмотря на то, что мы давно на рынке, мы очень активно развиваемся. Коллектив Центра внедрения Протек – это команда из более чем 3800 высококвалифицированных специалистов, каждый из которых талантлив, активен и нацелен на результат. Протек – это лидер технологий, изменений и возможностей. Включайтесь в нашу команду, и вы будете всегда на шаг впереди. Следующий слайд. Здесь также приведены различные высказывания наших сотрудников. Следующий слайд. Что мы предлагаем для наших кандидатов, которые приходят к нам в компанию? Первоначально это, конечно, официальное оформление, белая заработная плата, полное трудоустройство. Привлекательная заработная плата, мы достаточно очень амбициозны и удерживаем хороших и достойных кандидатов, поэтому у нас очень хороший уровень зарплат. Также у нас интересные масштабные проекты по развитию. У нас развернутый социальный пакет – это ДМС, включая стоматологию. У нас также есть скидки на медпродукцию и плюс интересные проекты, подарки на Новый год для наших сотрудников и для их детей. Также различные мероприятия, то есть корпоративная жизнь тоже очень насыщенная. Мы предлагаем индивидуальный план обучения, то есть наши кандидаты, когда приходят в компанию, мы выстраиваем план ведения в должность, индивидуальное обучение для каждого сотрудника. Плюс у нас поддержка на старте. Будет наставник, который постоянно может вливаться в работу и поможет влиться в работу и отвечать на все ваши вопросы. Приходите в компанию Протек. Это очень весело, интересно. У нас есть удаленный формат работы, то есть обязательно рассматриваем для IT-позиции и удаленный формат. Для других должностей тоже мы рассматриваем в зависимости от того, где вы территориально находитесь. Также есть возможность сейчас ознакомиться с нашими вакансиями. На сайте HeadHunter либо сайт нашей компании «Центр внедрения Протек» отражены определенные вакансии, которые у нас есть. Да, у нас есть IT, сейчас отвечу на все ваши вопросы. У нас есть Java-программисты, фротенды, бэкэнды и так далее. Плюс есть системные аналитики, есть администраторы приложений, есть IT-специалисты. Есть различные направления для… Есть линейные позиции, да, есть на склад, если кого-то интересуют, либо кого-то хотите порекомендовать. У нас есть прекрасный склад в Пушкино, как раз где происходит упаковка медпрепаратов. У нас есть линейные позиции на первоначальном этапе. Специалисты по документу обороту с минимальным опытом работы. У нас есть аккаунт-менеджеры и так далее. То есть всю информацию и актуальные вакансии вы можете ознакомиться на сайте HeadHunter либо написать мне. Также у меня следующий слайд. Меня зовут Вероника, моя почта и номер телефона. В любое время я отвечаю на все вопросы и можете отправлять свое резюме, либо если у вас контакты есть, какие-то вопросы, можете сразу мне задавать. WhatsApp, Telegram, я всегда на связи. Сейчас я предлагаю ознакомиться более детально о нашей компании по роликам. Ролик будет небольшой, он не целый. Если хотите более полную версию ролика увидеть, то можете писать мне, либо я оставлю здесь ссылочку, переходить и смотреть полную версию ролика о компании ProTech. Мы ждем вас, обязательно откликайтесь. Мы рады каждому нашему новому сотруднику. Мы открыты, мы коммуникабельны, поэтому ждем вас. Ольга, нет звука. Плохо слышно, да? Не появился, да, звук? Да, звук не слышно, да. Так, наверное, программа у нас не подтягивает звук с компьютера. Честно говоря, не знаю, как это сейчас решить. Давайте еще раз сейчас попробуем. Да, если что, я сейчас ссылочку вам отправлю, чтобы у вас была здесь информация. Да, сейчас скину на видео в чат. Давайте тогда так и сделаем для заинтересованных. Оставим эту ссылку, да, в чат. И у нас есть сейчас как раз вопросы, на которые можно ответить. Вот по IT-специалистам, да, вы сказали, уважаемые слушатели. Если есть вопросы к Веронике, пожалуйста, пишите. Вероника, я думаю, что Вероника тоже напишет сейчас свои в чате чуть позже. Я сразу же пишу вам. Правильно я поняла, что, допустим, IT-специалистов, да, рассматриваете на удаленный формат работы. И также еще какой-то, да, ряд вакансий. Да, у нас есть IT-специалисты, и мы можем на удаленный формат работы индивидуально с каждым пообщаться. То есть здесь компания идет на встречу, понимая, да, ситуацию сейчас на рынке, и мы можем в индивидуальном формате по каждой вакансии уже предоставить тот или иной график работы. То есть это все обсуждается. Также, допустим, у нас есть определенная вакансия линейного плана. Это оператор колл-центра, это работа на дому. Там сменный график работы, интересные очень задачи, зарплата очень даже достойная. И просто работать из дома, если не для себя, то для знакомых, для друзей и так далее, да, у кого там родственники, еще что-то, тоже рассматриваем. Так, ну я вопросов в чате не вижу. Тогда я думаю, что можем переходить к следующему спикеру. Спасибо огромное, до свидания. Спасибо большое. Следующий спикер у нас Высоцкий консалтинг. Екатерина, вы с нами? Да, я здесь, как меня слышно. Вас отлично слышно. Сейчас я включу вашу презентацию, одну секунду. Так, можете пока начинать потихонечку, а просто сейчас я ее открою. Всем добрый вечер. Меня еще раз зовут Екатерина. Я являюсь HR в компании Высоцкий консалтинг. Компания занимается управленческим консалтингом, имеет филиалы в семи странах. Соответственно, ключевые находятся в Москве, в Нью-Йорке и в Киеве находится управляющая компания. Специализируемся мы на работе с владельцами, на выстраивании и структурировании их бизнеса. Да, соответственно, тут во втором складе уже указаны преимущества как раз проекта, который несет ценность самим владельцам компании. Это абсолютно разные направления. Мы берем компании, если брать в московский филиал, то мы берем компании по всей России, любых направлений, сфер деятельности, то есть это могут быть и услуги, и строительные компании. И берем на проекты владельцев до миллиардных оборотов. Хорошо, можно следующий слайд? Что вы получаете, работая в Исоцкий консалтинг? Первое – это карьерный рост, потому что у нас выстроена оргструктура. Вы всегда видите, какие шаги дальше у вас по карьерной лестнице. Вам всегда выставляется план постановки на пост, то есть какие конкретно действия необходимо сделать, чтобы вы перешли на следующую планку и выставлены критерии. Второе – это командная игра. У нас в филиале присутствует в настоящий момент в московском филиале 35 сотрудников. Соответственно, у всех распределены и распределены точно функции. Каждый знает и несет ответственность за свою область. Есть отделение, которое занимается именно сплочением, то есть внутренними мероприятиями. Это все проводим, соответственно, сплочаем команду. Корпоративное обучение. Так как мы являемся консалтинговой компанией, у нас очень мощная идет работа над компетентностью сотрудников. Какое есть преимущество, если даже вы работали, вы являетесь специалистом своего дела, но вы не совсем понимаете или не знакомы со сферой консалтинга, мы вас обучим. Соответственно, тут проблем нет. Сделаем вас компетентными и человеком, который действительно разбирается в этой области. Дальше. Стабильная заработная плата и бонусы. Зарплаты выплачиваются у нас два раза в месяц стабильно в одни и те же дни. Это с 1 по 15 число месяца и с 15 по 30 число. В настоящий момент открыт набор по вакансиям, активный на менеджера по продажам услуг. Менеджер по работе с клиентами. Это первичная связь с клиентом. И важно уточнить, что мы работаем только по входящим заявкам, то есть у нас не бывает холодного обзвона, этим занимается наша маркетинговая служба. И помощник бизнес-консультанта с возможностью роста непосредственно на консультанта нашей компании. К слову, на развитие, например, одного постановки одного консультанта компания вкладывает от 2 миллионов рублей на его личную компетентность и эффективность. Это вакансии, которые открыты в настоящий момент. Если вы являетесь специалистом в какой-либо области, в финансовой, в экономической, в маркетинге, не имея значения в консультации, в любом случае вы можете подавать свое резюме. Мы приветствуем всех специалистов и взращиваем из них, соответственно, руководителей. Тут вакансии в целом открыты. Если вы специалист, то мы вас в любом случае примем в команду, потому что специалисты нужны всем и всегда. Дальше описаны конкретно условия по каждой работе, то есть кто нам нужен, какие ваши основные должностные обязанности будут, и точные условия работы. Это график. Соответственно, он стандартный. У нас до 6.30 вечера с понедельника по пятницу. Можете, кому интересно именно эта вакансия, можете просто скринить, чтобы у вас было подробное описание. Оно также изложено в целом на HeadHunter. Можно на следующий слайд. Соответственно, это изложено описание вакансии менеджера по работе с клиентами. Если это, соответственно, первый этап, после этого идет как раз-таки предыдущая вакансия, то есть вы, если видите, то тут есть разница по росту зарплаты. Хорошо, можно следующий слайд. Тут, соответственно, подробно изложено, чем же все-таки занимается помощник бизнес-консультанта, что входят в его должностные обязанности и, соответственно, условия работы на данной позиции. Точно так же можете себе заскринить и позже изучить подробнее. А можете здесь поподробнее рассказать, вот какие требования к данной позиции? Если брать по требованиям именно помощника-консультанта, то тут необходимо минимально иметь опыт работы помощником. Это может быть просто помощник, например, управляющего или помощник директора в какой-либо области. Тут необходимо будет общаться с владельцами, добиваться от них, чтобы они, соответственно, вовремя подавали отчеты по выполненным задачам, систематизировать это все. Мы работаем с Google-платформой и там ведем все свои документы. Соответственно, вот анализ информации, сбор информации, уверенные пользователи, соответственно, ПК, всех базовых программ и высокий уровень коммуникации для того, чтобы вы имели возможность беспрепятственно общаться с владельцами с миллиардным оборотом. Ну и, соответственно, иметь определенный вес и компетенции в их глазах. Допустим, преимущество, знание каких программ, например, будет преимуществом по данной позиции? Ну, если брать базовые, то мы работаем с Google-системой, как я уже сказала, то есть это Google-документы, Google-таблицы, да, они схожи в целом с Word и Excel по функциям, очень похожи, ну и, соответственно... То есть на данную позицию каких-то специальных навыков, например, по Excel продвинутого пользования не нужно? Нет, продвинутого нет, там базовая информация, вопрос просто в мышлении и систематизации. Хорошо, еще есть вопросы именно по этой... Образование требуется не ниже среднего, то есть у нас нет определенного критерия точного, что у вас должно быть обязательно высшее образование. Мы на это не всегда смотрим, потому что понимаем систему, которая сейчас сложилась, соответственно, в нашей образовательной сфере. Поэтому если даже у вас есть средняя, либо вы закончили курсы, и вы действительно разбираетесь в этой области, то мы можем рассмотреть вас на эту кандидатуру или на любую другую должность в компании. То есть мы в первую очередь смотрим на личностные навыки человека, нежели на его там корочку. А можете назвать нам несколько основных таких личностных, да, вот soft skills, на которые вы будете обращать внимание, которые будут, ну, чтобы кандидаты уже заранее ориентировались, подходят они или не подходят под философию вашей команды? Я так понимаю, это какая-то гибкость мышления? Хорошо, смотрите, тут необходимо, на самом деле, первое, если говорить про эти вакансии, это устойчивая коммуникация. Да, развитая коммуникация, умение наладить связь правильную с человеком, доносить ему точно свою мысль. Это умение брать ответственность за свою область, не ждать, пока тебе сверху дадут задачи, а именно самому действовать в рамках того, что от тебя ожидается. Это обязательное требование для всех сотрудников в нашей компании. Но и постоянное стремление развиваться, повышать свою компетентность. У нас сотрудники очень много обучаются, у нас созданы внутренние академии, у нас собственные онлайн-курсы разработаны в компании. Поэтому вот стремление развиваться, уверенная коммуникация и, соответственно, умение брать ответственность за свою область и быстро выполнять, соответственно, поставленные задачи. Хорошо, спасибо. Достаточно подробно по этой вакансии мы прошлись. Это непосредственно наша команда, то есть это была в январе сделана фотография. Это один из залов нашего офиса, где проходят общие собрания. Средний возраст сотрудников сейчас 33 года. Если говорить про отдел продаж, да, это более молодые, то есть где-то в районе 25-30 лет. Соответственно, вот тут у нас возрастных ограничений никаких нету. Добро пожаловать. Вот я выставила фотографию, чтобы было видно, что все заряжены, достаточно открыты, разные все, но при этом любящие свою команду, свою работу и то, чем мы занимаемся, потому что мы влияем на мир бизнеса, мы работаем с владельцами, это очень круто. Все. В целом, это завершающий слайд. Высоцкий консалтинг — это компания, которая действительно раскрывает консалтспособных, эффективных людей и строит планы, стратегические, высокие планы. Катерина. Отправлю в чат свои контактные данные для того, чтобы вы могли писать, соответственно, задавать вопросы. Да, у вас был вопрос? Да, я как раз хотела попросить в чат для слушателей отправить, может быть, сайт, где можно посмотреть, если что, контакты. Что касается сайта, это HeadHunter, да, стабильно. Бывает высоцкий консалтинг, там, соответственно, будут мои контактные данные. Почему-то у меня не получается в чат добавить описание, у меня недоступен чат. Но сейчас попробую устранить эту ошибку и непосредственно внести, но в любом случае на HeadHunter это все есть. Спасибо большое. Ну, ждем ваши вакансии, если что, мы будем их обязательно размещать в наших каналах, и можно будет там откликаться. Вот я вижу, все получилось. Екатерина оставилася. Да, да, контакты отправила. Я еще раз напомню, то есть, если вы обладаете крутыми навыками в какой-либо области, даже узкоспециализированной, и вы видите, как вы можете это применять на разных компаниях, пишите, без проблем рассмотрим, потому что у нас нет такого, что если вакансии не открыты, то мы не принимаем сотрудников. Спасибо большое. Ну что, переходим тогда к следующему спикеру. Ольга Сотникова, Роман Пантелеев. Напоминаю нашим спикерам о том, что по анализу сегодняшней аудитории у нас, наверное, большинство только закончили обучение по тому или иному направлению. Конечно, ну вот только 25% человек, которые пришли, да, работают больше трех лет. А кто-то, скорее всего, вот только что прошел какое-то переобучение, и хочется сделать упор на какие-то стартовые позиции, где можно получить свой первый опыт пожелаемой должности. Да, Ольга, спасибо огромное. Меня слышно, да? Слышно, все хорошо. Да, дорогие слушатели, дорогие участники, коллеги, всем доброго вечера. Меня зовут Ольга Сотникова, я представляю компанию Early Kid. Сегодня вечером со мной мой коллега, HR-менеджер Роман Пантелеев. Мы немножко заходим в сегодняшний вебинар с другой стороны, потому что наша задача сегодня, чтобы о нас услышали, узнали, потому что до этого момента именно коммуникации и коллаборации вот в этом формате и у коллегой, да, и с центра Ольгой у нас взаимодействия активного не было, и поэтому хочется рассказать о компании. Мы будем очень кратко проходиться по каким-то цифрам, потому что здесь есть визуальные презентационные страницы, немного просто для того, чтобы было понимание, да, о чем компания в мире и о чем она, вот эта компания, ее деятельность наша в России. Роман продолжит информацию, он расскажет о тех программах и активностях, которые у нас есть, собственно говоря, для ребят, работа с вузами, с начинающими специалистами. И, безусловно, это не только об этом, но так как сегодня мы первый раз выступаем, больше акцент, наверное, информационный, но с посылом на то, что всегда есть вакансии, расскажем, где нас смотреть, каким образом, может быть, и покажем в том числе название электронного ящика общего, куда можно будет резюме скидывать. И вот я надеюсь, в последующие уже какие-то встречи мы будем конкретизировать и понимая, кто аудитория, да, по большей части на вакансии. И поехали дальше, Ольга, да, значит, французская компания, это Бенуа Патти, это наш председатель правления, президент. Можно следующий. Чем занимается компания вообще, да? То есть мы техническая, мы производственная, технологическая компания. Мы производим технические и медицинские газы. Вот здесь немножко информации, именно, как я и сказала, немного, что в мире происходит, да, лидер в производстве газов. Помимо газов мы предлагаем решения и предоставляем, и в том числе оборудование. Очень исторические цифры вы видите, 1902 год, и во многих странах мира представлены, видно тоже эту информацию, сколько сотрудников на нас работает. Цифры, которые мы сегодня даем, они оперируются на данных 19-го года, потому что 20-й год только закончился, и это только через несколько месяцев вот этого года появится информация за следующий. Можно следующий слайд. Здесь, опять же, тоже ключевые показатели. Долго не останавливаемся, они просто более визуальные, да, картиночку приведены для того, чтобы был просто запоминающийся эффект. Вот мы пришли к самой, правильно все, интересной картине, информации. Это наша любимая компания «Эрликит», и то, что мы делаем в России. Посмотрите, какие вот на картинке видно сложные установки, да, воздухоразделительные установки, которые как раз-таки позволяют нам производить этот технический газ, который потом является нашим основным продуктом, который мы продаем нашим клиентам. Да, можно следующую картиночку. Вот сейчас пойдут слайды с информацией, где мы тоже не будем долго останавливаться. Здесь, ребят, вот здесь надо понять следующее. Любую компанию делает история и делают сотрудники. Поэтому, конечно, когда мы презентуем информацию об «Эрликит» в России, нам очень хочется рассказывать долго всевозможные изменения, которые были в компании. Но исторически с 1989 года мы продавали установки, а вот с 2005 года была образована как раз-таки «Эрликит Россия». В Москве мы находимся, территориальное метро «Повелецкое», рядом с Домом музыки. У нас более 600 сотрудников, очень много у нас клиентов, да, и оборот по бизнесу очень большой. Вот смотрите, какие… Они вот вроде бы безликие, но для нас они очень красивые, наши установки, да, и потому что, когда, наверное, любишь компанию и свой бизнес, чем вообще компания «Дыш» это занимается, даже вот это интересно описывать. Можно следующий, да? Ага. Да, здесь продолжение. Это какое движение у нас происходило там по годам. Можно тоже проходить. Здесь следующее, да, я скажу следующий как бы месседж для того, чтобы было понятно, что в итоге история «Эрликит» в России насчитывает более 100 лет на рынке. И начиная с продажи установок, мы перешли к таким различным, да, видам услуг, что помимо того, что мы производим и продаем технические газы, мы можем предлагать нашим клиентам, заказчикам всесложные, всевозможные технические решения. Это уже пакетные продажи, это уже услуги, которые позволяют иметь стратегические, наваженные отношения с нашими клиентами. Мы дойдем до следующих картинок, где вы увидите, да, кто является нашими партнерами, клиентами, уважаемыми компанией и так далее. Да, дальше. Еще вот можно следующий. Хочется сказать, что географически, вот здесь как раз тоже посмотрите на карте, мы представлены плюс 8 часов, мы есть в Южно-Сахалинске, мы есть в Новокузнецке, ближайшая к Москве производственная площадка – это Зеленоград, Кстово, Балакова, Питер, набережные Челны. Все это мы. И хочется сказать, что вакансии всегда есть, это не только касается Москвы, центральных регионов, да, все, что вокруг Подмосковья, но и в том числе в регионах. Тут вопрос того, что нужно обязательно сконтактироваться, и тогда уже будет понятно, о какой вакансии мы можем поговорить, о каком регионе. Следующую тоже. Вот, здесь кратко и своим языком я скажу следующее, что Эрликейт в России представлен четырьмя департаментами, это по-русски звучит, но мы используем выражение бизнес-линиями. Крупные потребители, которые получают по трубе технические газы, это огромные объемы. Промышленные потребители, здесь клиенты получают либо специализированными баллонами, специализированными машинами мы доставку делаем, либо мини-установки на территории заказчика. Электроника – очень специфичный бизнес, где используются технические газы, сложная рецептура, это наши клиенты. И, конечно же, наше любимое и уважаемое здравоохранение. Мы сертифицированы и продаем медицинский кислород нашим клиентам. Хочется отдельно сказать о нашем летнем подписании контракта. Почему я так подчеркиваю? Несмотря на карантин, несмотря на пандемию, и у многих компаний некую стагнацию или даже негативные ситуации в бизнесе, мы подписали новый контракт, дорогой, долгосрочный. Это с компанией НЛМК, которая является градообразующим предприятием в городе Липецке. Видите, регионы различные. То есть мы, соответственно, приобрели два действующих цеха, то есть у нас сотрудники перешли к нам работать. И в течение двух-трех лет будет строиться производственная площадка, которая будет очень мощной, и производить технический газ, поступаемый, опять же, по трубе, для компании НЛМК. То есть будет установка, которая запуск планируется в 2023 году. То есть да, мы не просто работали во время пандемии, мы еще и старались, и стратегически подписан был прекрасный контракт с надеждой на то, что и рабочие места, и все остальное в том числе будет и есть. Посмотрите, да, это наши партнеры. Мы любим с уважением произносить именно слово «партнеры» этой компании «Северсталь», и «Евраз», и «Русвинил», и НЛМК, и «Гардиан», «Локол». То есть здесь не все, это просто как некая тоже визуализация для того, чтобы было воспонимание, с кем работает компания «Эрлики». Спасибо. И сейчас вот как раз-таки можно уже даже к следующему перейти. Роман перейдет к информации, которая очень тоже важна. Мы гордимся им. Спасибо, Роман. Да, коллеги, всем привет. Надеюсь, меня слышно. Всем слушателям тоже привет. Тема действительно очень важная для «Эрлики» и важная непосредственно для меня, потому что я как специалист по работе с персоналом уже два года в компании, и параллельно я еще заканчиваю свое обучение в университете. То есть я сейчас на последнем курсе магистратуры. И это четко завязано как раз на условной политике «Эрлики», не только которая сейчас у нас, соответственно, производится, но и которая раньше была. Соответственно, это ставка на молодых сотрудников. И у нас есть несколько проектов и несколько направлений взаимодействия как раз с университетами, с молодыми сотрудниками и со студентами. И так как у нас немножко время ограничено, и контингент, соответственно, наших слушателей, возможно, не попадает в эту часть, я просто пробегусь по ним, чтобы у вас было представление о том, кто мы такие. Соответственно, первое направление тут у нас летняя школа «Эрлики». Ольга, пока не переключайте, я просто быстренько сейчас расскажу. Ну, соответственно, летняя школа «Эрлики» – это такой проект, когда мы выбираем одного студента, либо двух студентов из России, из наших университетов. Они проходят у нас конкурс в нашем офисе, в головном офисе в Москве. Как уже Оля сказала, это, соответственно, метро Павелецкое. Делают определенную презентацию на заданную тему. Соответственно, мы выбираем победителя, и он едет в составе такой межкультурной группы других студентов со всех стран мира. 30 человек, это как вы на слайде видите. Они едут на неделю в наш головной офис «Эрлики» в Париж. То есть там действительно очень такая многогранная на события неделя, решение кейсов, знакомство с менеджментом компании, экскурсии, экскурсии в наши лаборатории и прочее. Что важно здесь, расходы компания берет на себя. То есть это такая вот уникальная возможность, чтобы открыть «Эрлики» непосредственно для себя изнутри. Понять, как вообще там работает наша компания в той стране, в которой мы зарождались, познакомиться с другими коллегами и, соответственно, просто с ребятами из других стран мира. Что вы, в принципе, видите сейчас, мы участвуем в днях карьеры. К сожалению, во время пандемии они все у нас перешли на очный, вернее, на онлайн-формат. То есть точно так же мы, соответственно, рассказываем об «Эрликид», чем мы занимаемся, какие у нас есть открытые вакансии, где нас найти и какие у нас культурные ценности. Ну, про культурные ценности, наверное, раз уже сказал, нашей основной культурной ценностью является безопасность. То есть это буквально кредо компании, безопасность превыше всего. И это мы говорим не только для сотрудников, которые работают как линейный персонал непосредственно на производстве, так как производство у нас опасное, ну и даже для сотрудников, которые работают в офисе. То есть это непосредственно майнсет каждого нашего человека, который работает в «Эрликид», что он первоначально думает о безопасности. Можно дальше. Несколько других направлений. До этого они были такие больше формальные. Здесь мы говорим о таких неформальных. То есть компания «Эрликид» участвует в весне металлургов. Это от не ту миссис спортивное мероприятие. То есть оно интересно тем, что здесь не просто команда из наших коллег образовывается, и мы участвуем во всех студенческих вот этих вот спортивных мероприятиях. А команды, соответственно, объединяются. То есть это наши сотрудники плюс студенты. И в составе одной такой единицы мы все конкурсы там проходим. Очень полезно. Непосредственно для нас и для студентов тоже. Несколько человек мы в компанию нашли как раз благодаря вот этому мероприятию. Плюс мы организуем экскурсии на производственную площадку. Здесь на самом деле это не только для студентов, это вообще для молодых сотрудников и для тех, кто пришел в компанию. Такие экскурсии у нас проводятся, чтобы показать непосредственно, чем мы занимаемся. То есть мы выезжаем на площадку. Если, например, говорим о Москве, то, как Оля уже сказала, самая ближайшая площадка у нас в Зеленограде – это завод «Логика». Организуем такую экскурсию, привлекаем наших коллег-технических специалистов, которые работают там на площадке, одеваем вас в СИЗы, проводим инструктаж первичный и конкретно прямо идем по площадке, показываем, как работает установка, как это происходит и вообще даем возможность вживую посмотреть, как завод работает изнутри. Можно дальше. Соответственно, также, ну, понятно, что… Роман, можете немножко подсократить вот эту часть, потому что у нас много времени тайминга? Здесь просто, соответственно, вы можете видеть, что мы в инженерных соревнованиях участвуем, в ярмарках вакансий, ну, в принципе, то, что мы уже рассказали. Можно дальше. Это были такие больше масштабные вещи. У нас есть локальная, то есть конкретно… Можно дальше. Локальная программа стажировок, то есть это то, что мы непосредственно выкладываем в HeadCounter, ищем студентов и стажеров на конкретные проекты. То есть не просто там бумажки перекладывать, а конкретно на какие-то рабочие задачи. А можно вот здесь уточню? Давай. Для вас, студенты, это до скольки лет? Ну, вообще, здесь конкретно на стажировке, про которую я сейчас рассказываю, мы рассматриваем все-таки стажеров и студентов, которые учатся на очной форме обучения, то есть либо бакалаврят, либо магистратура, либо специалитет. То есть до где-то 22, получается, до… Ну, 23, если мы говорим о магистратуре. Вот, просто здесь вот такая вот история, которую непосредственно я хотел рассказать. Понимаю, что она не очень подходит под, соответственно, тех слушателей, которые у нас сейчас, просто чтобы была непосредственно какая-то визуализация того, как мы работаем с молодыми сотрудниками. После стажировок у нас коллеги остаются работать в компании, такая, как бы, возможность есть. Некоторым фулл-тайм предлагают. Я как раз один из таких примеров. То есть я тоже приходил на стажировку, когда, как я уже говорил, и потом спустя какое-то время мне предложили фулл-тайм позицию. Соответственно, можно дальше, так как у нас не совсем на этом наша тема. Вот здесь вот интересно, на самом деле, для молодых сотрудников, не только для стажеров нашей компании. То есть, как вы, Ольга, говорили, у нас примерно, как бы, были как раз коллеги, которые только-только закончили обучение. У компании Erlekit есть определенная международная программа стажировок, которая называется Alex. Alex, она как раз может быть интересна тем, которые только, тем коллегам, которые только начинают свой путь. Соответственно, ее смысл в том, что вы устраиваетесь, например, к нам на определенную позицию, отрабатываете на ней определенное количество времени. Если у вас хороший английский, и вы хотите участвовать в этой программе, то подаете свою заявку. Соответственно, если проходите этапы, там, определенных собеседований с коллегами за рубежом, то вам предлагают вот эту вот Alex-программу. Соответственно, на три месяца вы отправляетесь в другую страну, в которой представлен Erlekit, и меняете свой функционал работы. То есть, условно, если вы были в производстве, то вы начнете работать, например, в Германии в закупках на три месяца. Потом, соответственно, вы возвращаетесь в Россию, работаете еще какой-то период времени в своей позиции, и потом снова вторая миссия, опять же, в другую страну, например, уже в Польшу, и там снова в другой департамент, например, в бухгалтерию. Вот, очень интересная миссия, очень помогает развиваться не только профессионально, но и личностно, то есть, такой выход из зоны комфорта, потому что, во-первых, две вообще другие страны, разные коллеги, и, понятно, что другой язык. Вот, для тех, кто только-только начинает работать в Erlekit, очень будет полезно. Соответственно, можно дальше, в принципе, на этом конкретно про взаимодействие с молодыми сотрудниками и коллегами, это все, что я хотел рассказать, где можно найти наши контакты, соответственно, на слайде это такие общие, то есть, hr-moscow-sobaka-erlekit.com – это наш общий электронный адрес, да, соответственно, можно скопировать в чат, отправить наш общий номер, когда вы на ресепшн попадаете, потом можно попросить на кого-либо из HR-менеджеров соединить, и наш сайт, который конкретно про производство. Все вакансии, которые открыты, мы всегда выкладываем на HeadHunter, это буквально самое первое наше действие, когда вакансия открывается на данный момент. Их действительно очень много, поэтому я советую всем коллегам, кто ищет работу, конкретно на HeadHunter, заходить на нашу страницу, и там, если есть какие-то позиции, которые вам будут интересны, откликаться, мы обязательно потом, соответственно, будем связываться, если по параметрам человек подходит. Либо можно писать напрямую вот на этот вот электронный ящик, скидывать свое резюме, и там дальше мы уже разберемся, как человек подходит. Либо нам с Олей на нашей электронной почте, я думаю, что она, в принципе, в чат их тогда, и я потом скинем. Вот, просто на всякий случай повторяю, что на HeadHunter мы выкладываем вакансии сразу же, как только они открываются, поэтому это основной ресурс, где их можно посмотреть. Поэтому, да, в принципе, заканчиваем. Если есть какие-то вопросы, то мы с Олей тогда готовы на них ответить. Да, уважаемые слушатели, пишите вопросы в чат, у меня пока есть один вопрос. Подскажите, пожалуйста, вот, допустим, есть ли у вас какие-то такие примеры, кейсы, когда к вам можно на какую-то из позиций прийти уже в достаточно взрослом возрасте, но поменяв профессию, потому что это наш основной контингент слушателей, которые получили какое-то базовое высшее образование и переобучаются в нашем учебном центре. Есть ли такие позиции? Ну, в Эрликит нет эйджизма, как говорится, то есть мы ни в коем случае не сразу отметаем кандидатов, которые старше какого-то определенного возраста. Тут все зависит, наверное, конкретно от вакансии и от дальше нашего какого-то пути. То есть на моем примере, наверное, я только про линейный персонал могу такое сказать. То есть мы принимали на работу кандидатов, там, допустим, на позицию наполнителя баллонов, который был вообще без опыта работы с техническими газами. То есть нам был больше важен какой-то промышленный больше опыт. Но здесь это вот моя история, я больше сильнее на персоналом работаю. Может, у Оли, в ее практике была Оль. Да, Ольга, может поделиться, потому что у нас мы обучаем, допустим, специалистов по персоналу, IT-специалистов, логистов. Вот есть ли что, что-то у вас для специалистов, не для рабочих специальностей? Вы знаете, в компании Эрликит всегда есть два, я называю, типа вакансий, да, которые относятся к технической части и те, кто относится в поддерживающей функции. Туда относятся IT-специалисты, например, вакансия, которая у нас есть сейчас. То есть это системный администратор, да, и мы рассматриваем кандидатов, пожалуйста, туда. У нас есть вакансии в закупке, в логистике, бывает в HR, то есть здесь нет ограничений. Вопрос того, есть вакансия, есть обязательные требования, и есть требования, когда нанимающий менеджер или руководитель готов делать послабление, видя потенциал, либо понимая, что человек прекрасно себя проявит, он адаптируется, интегрируется очень комфортно в наши ряды. На это тоже обращается внимание. Повторимся, и на нашем корпоративном сайте, если вы зайдете в Эрликит, на страничку, там тоже есть вакансия, откликайтесь, пишите на общий ящик. Мы и консультируем немножко, потому что даем пояснение, все вакансии – это производство, это не нужно забывать, да, то есть это все равно есть определенные требования. Недаром Роман сказал, безопасность превыше всего, потому что мы имеем дело с работой с техническими газами. Но, опять же, если говорим про поддерживающие функции, админ, HR, IT, логистика, закупки в бухгалтерии, там, пожалуйста, там просто вопрос, да, синергии и вообще контакта с руководителем и подхода в целом. Спасибо. Я вижу, что Роман в чат скинул ссылку прямую на ваши вакансии на HeadHunter. Я не знаю, только работает ли она со стороны человека, который будет открывать. Очень надеюсь, что работает, потому что это я со стороны, получается, как не пользователя HeadHunter на эту работу. Это все супер, отлично. Коллеги, поэтому конкретно вот по этой ссылке можно посмотреть то, что сейчас открыто у нас по вакансиям не только в Москве, но и в регионах других. Потому что, вот Оля, напоминала, да, у нас 17 производственных площадок, не только, соответственно, в центральном регионе России. Отлично. Спасибо вам большое за выступление. Ждем ваших вакансий для наших студентов. С удовольствием мы будем их размещать. И дальше... Мы тоже вас ждем, конечно, коллеги. Спасибо большое. Переходим тогда к следующему спикеру. Компания Dentro, Марьяна Фаримская, подключилась к нам. Так, Марьяну не слышу. Карина Султанова, следующий спикер. Добрый вечер всем. Я здесь. Как меня слышно? Замечательно слышно, Карина. Прекрасно. Я всех приветствую. Сегодня я вам расскажу о том, куда вам следует, в какую сторону смотреть для того, чтобы понимать, как вам развиваться дальше в карьере, какие учитывать особенности рынка рекрутинга. Отвечу на ваши вопросы, которые вы не можете задать работодателю. Но начнем с тех профессий, так скажем, и индустрии, которые на сегодняшний день на росте, так скажем. Я здесь не перечисляю на своем слайде все профессии, которые появляются так или иначе новые. Я вам пришлю через Ольгу подборку для того, чтобы вы смогли себя отождествлять в соответствии со своей профессией и посмотреть, а что есть смежное с моей профессией, что новое появилось. Я решила сделать акцент на том, какие на данный момент индустрии испытывают рост и изменяются, и, соответственно, в этих индустриях появляются новые рабочие места, новые профессии. Агропром, да, агропромышленность. Агропромышленность мы привыкли отождествлять с, так скажем, с посадкой картошки, например, да, и чего-то такого. Нет, на самом деле сейчас агросектор растет в сторону технологий. В него вкладывается очень большое количество денег, как государственных, так и от инвесторов, частных, международных. И агросектор – это означает то, что, например, сейчас будут засеивать те же поля не люди, не машины даже, а, например, дроны. И, соответственно, люди, которые смогут обслуживать так или иначе дроны или ими управлять, вот там есть рост развития. Если мы говорим про машины, которые будут ускорять посев, сбор урожая и прочее, опять-таки здесь нужны люди, которые умеют, ну, то есть это отрасль им интересна. Соответственно, конечно же, агросектор, например, растет в сторону замещения человека технологиями, но все эти технологии будут нуждаться в обслуживании непосредственно человеком. Поэтому в эту сторону нужно смотреть. Соответственно, появляются новые внутри агропромышленных компаний подразделения, которых ранее не было, да, и там появляются позиции административные, линейные и прочее. Как я ранее сказала, более подробную информацию по тому, какие позиции появляются, и у вас будет целая подборка, где вы сможете дополнительно исследовать для себя. Фуд ритейл, да, все мы, наверное, заметили, ни для кого не секрет, то, что в период пандемии люди, ну, как бы мы все осознали, что, наверное, в приоритете, поскольку логистика изменилась, и человек в первую очередь тратит все свои деньги на еду, да, в первую очередь, это тот базовый, базовая потребность, без которой человек не сможет жить. Соответственно, поскольку логистические связки, они усложнились, затруднились, у нас в стране растет собственный внутренний продуктовый ритейл, который трансформируется тоже в сторону и цифровизации, в сторону ускорения связи с клиентом и облегчения клиенту и как бы сохранению его времени, да, соответственно, это доставка и прочее, прочее, в котором тоже есть разные позиции от линейных до IT. Вот, следующий пункт экология, да, сейчас все компании в той или иной степени производственные, это компании, либо непроизводственные, они так или иначе стремятся, законодательство и мировые тренды регулируют снижение нагрузки на окружающую среду. Если мы говорим про крупные корпорации, про тот же нефтегазовую, про ту же нефтегазовую отрасль, вот предыдущие коллеги, да, рассказывали, то сейчас очень большое внимание, отдельный блок есть, где вкладываются большие деньги в развитие технологий по снижению нагрузки, по снижению выбросов в СО2 и прочих рисков, на которые раньше в меньшей степени обращали внимание. Здесь это же касается того же фуд-ритейла, агропрома, да, агропром сейчас не может использовать химикаты, которые не разлагаются там, или точнее разлагаются по сотне лет и несут урон, и экосистему полностью меняют. Фуд-ритейл, посмотрите, мы сейчас, ну, если мы говорим про большие города, то здесь точно у нас появилась такая культура, мы ассортируем мусор и прочее, соответственно, компании, которые производят ту или иную упаковку, они переходят на более экологичные виды упаковки, которые, по крайней мере, можно утилизировать, и они, опять-таки, не так долго разлагаются. Соответственно, когда растет такое производство рабочих мест, становится много, опять-таки, по разным направлениям, да, это может быть человек, который аккаунтит клиентов, это может быть человек, который начинающий специалист, либо это человек, который должен продвигать маркетолог, да, либо это IT-специалист, который должен как-то интегрировать с информационными системами всю эту историю. Вот, медицина. Медицина тоже у нас растет по нескольким направлениям. Ну, одна из причин – это ковид и ответвление от ковида, да, и следующее направление – это все мы стремимся к здоровому образу жизни, и вот здесь действительно появляются разные новые профессии, например, личный консультант по здоровью, личный консультант по тому или иному заболеванию, личная медсестра и прочее, и прочее. И медицина также развивается в сторону таких быстрых коммуникаций, онлайн-коммуникаций, где тоже могут быть разные-разные профессии новые, которые раньше не были предусмотрены, да, в телемедицине. И цифровые платформы возникают. Онлайн-образование. Онлайн-образование будет расти, будет расти еще в ближайшие пять лет точно. Все будут переходить, ну, как бы все попробовали быстрое обучение, недорогое, где-то оно очень доступное, бесплатное, и всем это нравится. Соответственно, работодатели будущие, они также вкладываются в онлайн-ресурс, в онлайн-образование, онлайн-партнеров по образованию привлекают, потому что это сокращает расходы. Соответственно, в этом секторе появляются как новые профессии, так и новые возможности, и рост востребованности специалистов, он очень большой. Альтернативная энергетика. Все мы знаем, вот сейчас были коллеги из нефтегаза, у них не совсем про энергетику, да, классическую, к которой мы привыкли. А если мы говорим про нефтегаз, также нам всем известно из политических новостей и прочее, о том, что нефть, нефтяная отрасль переживает не самые простые времена, и спрос на нефтепродукты, он снижается, а вот спрос на альтернативные возобновляемые источники энергии, он увеличивается. Соответственно, все профессии, которые применимы, не только специфичные, да, для, то есть со специфичным образованием производственным, но также по всем остальным другим профессиям, будь то бухгалтер, юрист, экономист и прочее, эти все рабочие места, они появляются. Кибербезопасность. Кибербезопасность – это также то направление, которое будет расти и в котором будет востребованность. Дата аналитика. Здесь я немножко больше ушла в конкретную специальность намеренно, потому что это те направления, которые охватят любую индустрию, любую отрасль. И отдельное направление промышленность. То есть промышленность, производство – это то, без чего наша экономика расти не будет. К этому пришло правительство. Соответственно, в промышленности будут разные изменения, будут появляться новые направления бизнесов, и они появляются, потому что компании вкладывают большие деньги в инновации. И инновации, они касаются разных сегментов экономики. Если, например, раньше компании «Ростех», у них основной пул продуктов был оборонно-промышленный комплекс, и все, что связано с обороной нашей страны, и все, ну, как бы компания работала в основном на госзаказ, на государство, то сейчас разрабатываются продукты гражданского назначения. Соответственно, нужны будут специалисты, и сейчас набираю специалисты, у которых не требуется специальное образование здесь, которые как раз будут в массы распространять эти продукты, новые направления бизнеса развивать. И, соответственно, также нужны люди из разных профессий. Про навыки. Вот как несколько работодателей отметили, и я здесь с ними соглашусь, и вот в подтверждении этому навыки по-прежнему сейчас тренд на мягкие навыки. Если у вас есть все необходимые хардскиллы, ну, например, вы очень крутой дата-аналитик, но при этом вы не умеете коммуницировать с людьми, и вы не умеете быть гибкими, например, ну, вот сегодня что-то случилось в компании, появилось новое видение, и нужно все поменять, и для вас это стресс, или постоянно изменчивый объем работы, и для вас это стресс, или появляются постоянно новые люди, опять-таки это для вас стресс, и вы не можете к этому привыкнуть быстро и включиться, и, соответственно, снижается ваша работоспособность, то такие сотрудники будут испытывать сложности, да, соответственно, если вы не умеете договариваться с людьми, если вы, вам в принципе вы интроверт, и вам тяжело коммуницировать, то и успехов дальнейших в карьере, как-то, да, у работодателей успехом вы также пользоваться не будете. Коммуникации также трансформируются, и нужно развивать инструментарий свой коммуникативных навыков. Про предпринимательское мышление я остановлюсь здесь отдельно. Вот смотрите, сейчас не будет ни одного сотрудника из любой профессии, если у этого человека нет понимания, как работает бизнес, если этот человек, выполняя свою функцию, он не понимает, для чего эта компания вообще, каким образом она зарабатывает деньги, для чего она это делает, как работает та или иная функция бизнеса, нет предпринимательского мышления, и этот человек, ну, просто тупо выполняет определенные обязанности в определенных заданных параметрах, то такой сотрудник, он неинтересен. И, соответственно, компании, конечно же, вкладывают определенные средства для того, чтобы развивать это предпринимательское мышление. Но если вы сами не делаете к этому никаких шагов, ну, и, в принципе, вы отвергаете такую историю, то вам будет сложно. Поэтому уже сейчас изучайте по всем возможным открытым источникам и бесплатным курсам основы предпринимательства. Нетворк. Что значит нетворк? Почему нетворк так важен? Если вы хотите расти из линейного персонала дальше в среднее звено и в топ-менеджеры, например, то без развитого нетворка вам будет тяжело. Нетворк означает не только внутри своей компании количество контактов, поддерживаемых вами, не только в социальных сетях, но и количество контактов в смежных индустриях, в других конкурентных компаниях. Это означает для работодателя, что у вас незамыленный взгляд и не сфокусированный только на одной компании, на одной индустрии. И вы умеете отождествлять, то есть брать лучшие практики, и вы общаетесь с сообществом. Дальше. Про тренды, которых не было до этого года, в конце 2020-го они появились, первое это кросс-индустриальные переходы. Что это означает? Например, если раньше людей из банков не брали в другие индустрии, потому что считалось, что финансовая модель банковской индустрии значительно отличается от любой другой индустрии, и человек всю жизнь был вынужден работать в банках, то сейчас это поменялось. Людей из банков с удовольствием берут, например, в ритейл. Особенно если человек был, например, в продажах или в каких-то развивал партнерские отношения или внешние коммуникации, то с удовольствием берут, потому что в ритейле очень активно развивается B2B взаимодействие. Смотрите, на сегодняшний день вы можете совершенно спокойно менять свою профессию, свою карьеру и делать это очень быстро. В среднем новую профессию сейчас можно получить от 3 до 9 месяцев совершенно новую профессию. В том числе это может быть как IT-профессия, цифровая профессия, так это может быть совершенно переквалификация, которая длится, как правило, тоже 9 месяцев в год. И совершенно не страшно начинать новую профессию. Почему? Потому что предыдущий ваш опыт также никто не обесценивает. И работодатели, они смотрят, а как можно вот ваш предыдущий опыт с новой вашей профессией сочетать. А он, как правило, сочетаем, и это является одним из преимуществ кандидатов, у которых уже была за плечами одна карьера и он входит в другую карьеру. И это для вас, ну как бы для нас, для людей, такое дополнительное гарантия того, что, ну вот там в 40 лет, например, многие боятся, вот мне там 40-45 стухнет, я буду никому не интересен. На самом деле нет, но как раз-таки у вас есть возможность попробовать себя, может быть, в той профессии, которую вы всегда мечтали, но боялись. Вот, может быть, я здесь не очень точно объяснила, но суть в том, что даже если наш мир поменяется сверху на 360 градусов и какие-то профессии умрут, то это совершенно не означает, что возникнет такая безработица, и нам всем будет очень плохо жить. Наоборот, появятся новые профессии, которым можно будет легко адаптироваться с учетом предыдущего опыта. Вот смотрите, качественный отклик на вакансии или отбор у работодателей – это особый фактор, на который я вам рекомендую обратить внимание. Дело в том, что многие из нас откликаются на вакансии с очень неподготовленным резюме. Тот же HeadHunter сейчас для работодателей стал очень дорогим. Если раньше работодатель мог открыть сотни резюме бесплатно, ну, то есть открыть резюме и контакты в этом резюме бесплатно и потратить на, ну, как бы, на плохо составленные резюме достаточно большое количество времени, то сейчас такой возможности нет. Любое открытие контакта кандидата потенциального стоит денег. Соответственно, работодатели сейчас отсматривают только качественные резюме, только качественные отклики с сопроводительным письмом. Поэтому обратите, пожалуйста, внимание, насколько ваше резюме соответствует требованиям вакансии работодателя. И, пожалуйста, всегда, прежде чем вы откликаетесь, адаптируйте под конкретную позицию, под конкретную вакансию, под работодателя, под задачи свой опыт. Что это означает? Как правило, вы все пишете, ну, там, про должностные обязанности, которые никого не интересуют. Каждый из работодателей хочет увидеть, а что конкретно сделал этот человек и каких результатов он достиг, какое вэлью он принес бизнесу. Вот обратите, пожалуйста, на это внимание. И в том числе работодатели в текущих условиях пытаются сократить бюджеты на им и сократить скорость закрытия вакансий. Поэтому вот качественный отклик очень важен. Раньше на это не обращали такого внимания. Использование альтернативных источников вакансий. Предыдущие работодатели, которые были, они говорили о том, что вот они на HeadHunter'е постят вакансии, но они не сказали о том, что они используют огромное количество других ресурсов для того, чтобы найти нужного кандидата. Это огромное количество телеграм-каналов. Сейчас практически в каждой соцсети есть группы по индустриям и по профессиям, в которых публикуются вакансии, в том числе закрытые, в том числе те вакансии, которые очень быстро нужно закрыть, и нужна быстрая конверсия. Группы в LinkedIn, группы в Facebook, группы в ВКонтакте, даже в Инстаграме есть, телеграм-каналы. И многие работодатели используют, ну как бы не все вакансии публикуют на HeadHunter'е, публикуют их на своих порталах, на своих собственных джоп-ресурсах. Вот на это нужно обращать внимание. В том числе вот у нас, например, в лаборатории есть сервис рассылки вакансий, где мы под конкретного человека, под конкретный ваш опыт, рассылаем вам еженедельно подборку лучших вакансий, которых нет, например, может быть, в том же HeadHunter. Поэтому вы обращайте на источники вакансий и используйте все, потому что это позволит вам создавать большую конверсию откликов, приглашений на интервью. И следующий тренд – это осознанный подход в развитии карьеры. Что это означает? Это означает, что больше ни один профессионал в мире не может себе позволить не планировать свою карьеру, не ставить себе цели в карьеры, потому что это неизбежно будет вести вас к сложностям при переходе в ту или иную компанию. Вы в целом не будете понимать, куда вам уходить. Это связано с несколькими причинами. Одна из причин – то, что требование к той или иной должности у разных компаний, у разных индустрий может быть разное. И наши профессии будут трансформироваться, и вот куда вам с вашим набором навыков идти, вам не всегда будет понятно. Вот, например, я HR-специалист и карьерный эксперт, но если я хочу сделать следующий шаг, или, например, я сейчас в производственном секторе, если я хочу перейти в ритейл, то я абсолютно точно должна для себя определить, а куда я хочу в ритейл, на какую позицию, ну, допустим, на такую же позицию. Но я должна понять, а в этой индустрии мой набор компетенций точно будет подходить, мой набор тех результатов, которые я достигла, он насколько конкурентен для конкретной компании, для конкретной индустрии. Иногда я, может быть, с этим сама даже не справлюсь, и я обязательно приду к человеку, к HR-у, к знакомому из этой индустрии, и обязательно спрошу у них, а что и как. И потом, если я сама как карьерный консультант могу для себя составить все риски и преимущества свои, и смогу составить свой дальнейший путь, то каждому из вас где-то это будет немножко сложно, но это нужно делать самостоятельно или привлекая стороннюю помощь, потому что это будет вам позволять избегать вовремя тех рисков в карьере, которые вы часто не предвидите. Вот смотрите, немножечко про навыки софт и hard skills я пробежалась очень быстро, и давайте я про цифровые компетенции отдельно скажу, почему они у меня на первом месте, несмотря на то, что я много сказала про софты. Цифровые компетенции должны быть развиты, опять-таки, у любого профессионала, будь то секретарь, будь то все еще, ну, например, только студент, либо уже топ-менеджер. Если у вас нет цифровых компетенций по конкретно вашей индустрии, опять-таки на своем примере скажу, если я HR, и я не обладаю HR-аналитику, не умею делать руками, да, я не понимаю программы, как в них работать и прочее, и либо у меня нет элементарных маркетингов, как бы диджитал-навыков создать простой лендинг или какой-нибудь баннер для внутренних коммуникаций, то как бы ко мне вопрос, к чему я это говорю. Я говорю это к тому, что сейчас в любой профессии, и это уже началось, например, в банках точно, что сотрудники, у которых нет цифровых навыков, необходимых по их профессии, да, будь то это бухгалтер, юрист и прочее, то таких сотрудников будут постепенно увольнять, не будут развивать эти навыки. Почему? Потому что это дорого для компании и долго, и легче взять, например, начинающего со специалиста, но у которого уже есть эти навыки, и платить еще ему и меньшую зарплату. Поэтому здесь вы должны быть осторожны. И в этом плане вот центр специалист вам в многом в помощь, потому что почти каждой из профессий, у них есть направление курсов, которые вам помогут, помогут о своей той или иной степени цифровые компетенции. Вот, я готова отвечать на ваши вопросы, если они есть. Карина, замечательная презентация, вы просто вот как будто мои мысли читаете в плане развития, карьерного развития. Я хочу пару слов сказать, пока наши слушатели формулируют свои вопросы. то, что мы специально для вас, для слушателей, вот, значит, хотим предложить такие бесплатные консультации именно по профессиональному развитию. Это то, о чем говорила Карина, важно иногда посмотреть на свою ситуацию со стороны, и чтобы на нее посмотрел какой-то внешний эксперт. И чем больше экспертов таких будет смотреть на вашу ситуацию и дополнять ваш некий план карьерного развития, тем лучше. И, воспользовавшись вот такой профессиональной консультацией нашего менеджера, вы сможете понять, что вам нужно, да, в каком направлении двигаться, как свои компетенции развивать, сколько на это потребуется времени, сколько на это необходимо затратить материальных ресурсов. По промокоду, вот, иду вперед, пожалуйста, по любому нашему телефону, либо по, ну, связывайтесь, да, с менеджером, и он вам подробно очень с вами переговорит по поводу развития тех компетенций, которые вам нужны для вашей карьерной цели. Я думаю, что Карина также разместит у нас в чате и свои контакты, да, по которым можно будет тоже получить профессиональную консультацию. Этим лабораторией Алены Владимирской занимается. Мы с удовольствием ее рекомендуем, потому что знаем, что там работают, правда, профессионалы, и в них можно получить такую помощь и поддержку. Посмотрите, сейчас в чате сброшу ссылочку на сервис вакансий и ссылочку, где вы можете задать абсолютно любой вопрос, и на который вы получите бесплатный ответ. Ну, как бы, соответственно, по этой ссылке при необходимости вы можете посмотреть, какие есть у нас продукты, и если это вам будет применимо и важно, приходите, с удовольствием поможем. Если мы говорим, например, про риски в карьере и понимание того, куда вы можете развиваться, у нас есть прекрасная программа «Карьерный чекап», которая вам позволит определить все ваши возможности на рынке, в том числе ваши возможности по кросс-индустриальным переходам. Я вот вопросов не вижу пока. Может быть, кто-то голосом хочет включиться, задать? Потому что у вас есть сейчас прекрасная возможность. Пока, в принципе, все работодатели у нас уже отключились, можно спокойно спросить. И это у Карины любой ваш вопрос задать, который касается какого-то, может быть, направления, в котором вы хотите развиваться. Может быть, что-то касается презентации. Марина пишет, что уже рассылку получает. Хорошо. Но пока вопросов нет, я тогда сейчас останавливаю записи, и если они появятся, мы еще подождем немного и обязательно ответим. А для тех, кто смотрит нас в записи, приходите к нам онлайн. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!